Аплодисменты Русские на гутмонин Отвечают ЕС Я вам говорю Серьезно? Да, я еще никогда не был так серьезен Вы знаете, этот идиотский кризис Скоро вообще разучит евреев улыбаться А что, у вас здесь тоже ощущается? Еще как? Мне вообще кажется, что Единственная страна в мире Которая кризис по барабану Это Москва Вы хотели сказать Россия? Нет, я что хотел, то и сказал Москва это Москва А Россия это Россия Ах, пожалуйста Подождите Подождите А почему вы так выделяете Москву? Ну хотя бы потому Как там справили Евровидение А, ну и как вам? Что как? Клево? Я так думаю, что кое-кто Очень неплохо погулял Денег вбухано даже больше Чем вбухал мой сосед Мойша Свадьбу своей переспелой дочери А как вам результат? Как? Дочка таки попала в хорошие руки Да нет, подождите Я про Евровидение спрашиваю А, все закономерно Победил фейерверк Да, красиво А вы сами-то за кого болели? Да там без вариантов За нашего О, так и я за нашего Слушайте А ваш это который? Да, конечно же Саша Рыбак Минуточку Я тоже за него болел Но только он ведь не ваш А наш русский Тоже спорить Но с какого перепугу Наш мальчик из Норвегии Вдруг стал вашим То есть То есть как это стало? Он и был нашим Хорошо, по каким таким признакам? Да по всем По рождению По видению По одежде, наконец По одежде, говорите? Это По белой рубашечке Черной жилеточке Вы мне не делаете смешно Чистый Аккуратный мальчик У белой рубашечки Черной жилеточке Со скрипочкой И вдруг не наш Да конечно не ваш Да у него Белорусские корни Папа, мама Значит он наш Потому что русский и белорусы Это практически одно и то же Да кто же спорит? Но Запомните сами И передайте всем своим Только у еврейской мамы Есть столько терпения Что сыну уже 23 года А он продолжает играть на скрипочке Это я вам говорю Слушайте Вы Что-то я не Ну а А вы смыхали Как он по-русски говорит? Как на родном? Так это что таки дома? А что нет? Так я вам скажу Лучше всех Разговаривает по-русски кто? Кто? Правильно Михаил Михайлович Шванецкий Ваш президент Сам дал ему за это недавно Роскошный орден Подождите Да рыбак в Норвегии живет всю жизнь Какой он ваш? Да кто же спорит? Кто же спорит? Но На южном берегу Северного ледовитого океана Мерзнет во льдах Столица Чукотки Города Нат Вот уже 20 лет Беня Гольштейн Заведует культурой И торгует моржовыми клыками Он тут недавно был Навестит родителей Я ее увидел близко как вас Да при чем здесь ваш Беня? А при том Что за 20 лет жизни На севере У Бени Пробилась лысина Побелели пейсы Увеличился шнобель Но он так же стал похож на Чукчу Как я на Мерлин Монро Это вы к чему вообще? А к тому что можешь хоть всю жизнь Прожить в Норвегии Или прости господи У в Африке И не стать от этого Ни норвестом Ни негром Вас послушать? Так Дима Билан тоже ваш Ни в коем случае Ну хоть и Ни в коем Но Вы знаете В Америке Есть такой известный певец Боб Дилан Он у них такой же известный Как у вас Русский певец Розенбаум Ну и что это Дима? Вы слушайте сюда Я прочитал в одной Очень уважаемой мной В газете Что Боб На все 300% Наш Чтобы он был здоров А теперь подумайте сами Если Дилан На 300% Наш То почему Билан Не наш хотя бы Процентов на 100? Это не может быть Опять же таки Когда Когда Дима выступал На Евровидении Помните Кто стоял с ним рядом И делал песни красиво Кто? Аккуратный мальчик В белой рубашечке Черной жребетке И между прочим Играл на скрипочке Я что-то не понимаю Вы что действительно Отправили смс За вот этого вашего кандидата? О Кстати хорошо Что напомнили Эм Я прошу прощения Можно вас одолжить Ваш телефон Я свой дом Забыл на кухне Пожалуйста Только поздно Уже все закончилось Вы знаете Молодой человек Для хорошего дела Никогда ничего не ползну Подожди Куда я тут нажимаю? Ну вот сюда Вот пишите номер Вот дальше текст А потом вот эту пимпочку нажимаю Слушайте Нет Вы знаете Сейчас не время В Норвегии сейчас траур Здравствуйте Какой траур? Там праздник целый год Это у мальчика праздник А у их правительства траур Ну сами подумайте Где им взять столько денег Чтобы у них получилось не хуже Чем у вас в Москве Найдут где-нибудь Они же там чем-то занимаются Семгу ловят Рыба моя дорогая Нету у моря столько семги Чтобы устраивать такой фейерверк Да Так что вам предложить Дорогой мой друг Спасибо Ничего не надо Я пойду Вот такие Что вот такие? Вот такие слезы покатятся У ваших друзей От зависти Когда они увидят Какую изумительную вещь Он вам задаром Да нет не надо мне Спасибо Я говорю Идите сюда И будете помнить Жизнь мою доброту Да не надо мне ничего Я говорю Я же все равно вам отдам Да ничего не надо Я вам не чувствую Спасибо Спасибо Владимир Дорелец И Владимир Борисенко Не ходите Не ходите Не усаживайтесь Не усаживайтесь Спасибо Дело в том Я слышу вас Слышу Дело в том Что я хочу Сняться Моя дочь Пьянно будет Сфотографироваться Сняться Ну хорошо Можно и так Не Но можно и Сфотографироваться Хорошо Скажите У нас фотография Высшего язряда Вы Здесь Какой снимок Вы хотите Дело в том Что я хочу Жениться Поздравляю вас А моя будущая Девушка Меня еще не видела Что вы говорите А я хочу Послать фотографии И ей понравится Очень хорошо Вы пришли по адресу Мы вам сделаем Великолепный Порядок И так я слышу Какой снимок Вы хотите Знаете Я вот хотел бы быть Похожим на На киноартиста Хорошо Нашего киноартиста Российского кино Хорошо Такой красивый Как же О Да Фредди Крюгера Из кинофильма Не родись красивой Ну хорошо Мы раздельем Как на рекламу Интересно Внимание Возвращать Приготовились Не дышать Стоп Да Моя доченька Да-да А что у вас сицу? Лосёная маль Лосицу? Братья Ну Нормально Вы меня прощайте Это у меня Наследственное Бабушка Дедушка Папа Мама И друг Вы понимаете Что виноват Яфи тоже Можете Получиться Яфи тоже Такой Яфи тоже Яфи тоже Должен быть Только красивым Ну тогда Успокойте Яфи тоже И все будет Понятно Внимание Приготовились Не дышать Сейчас Отсюда Выедете Так Стоп Да Моя доченька Да Но вам же Нужно Уебнуться Ну что вы так Сводите на меня Извините Но я уже Деньги Заплатил Как вам не стыдно Что вы имеете Я имею ввиду Угибку Как вам не стыдно Да что вы Извините А я что А вы смотрите Так Как будто Сейчас отсюда Выйдет Не птичка А топой Понимаете Да ничего Внимание Приготовились Не дышать Так стоп Да А ну попьем Уебнись То есть по твоему Это уибка Да Да Посмотри на меня Внимательно Вот уибка Понимаешь А вот это у тебя Гимаса У меня У тебя Внимание Приготовились Не дышать Пашья Уибка Тебя как зовут Татьяна Стой Николай Петя Стой Петя 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 Ты можешь сказать Чиз Могу Да А ну скажи Чиз 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 Петя Давай я тебя Очень пешу Давай так Я тебе дам Командочку А ты скажешь Чиз Вот я тебя Щой Иди уже К своей Девушке Понимаешь Внимание Приготовились Чиз Едешь А Ну Забыл Что ты забыл Чиз Как можно забыть Чиз Ну так и забыл Ну как ты забыл Чиз А я не знаю Чиз зашел Вышел Ушел Пришел Так что тебе Почему ты забыл Чиз Я не знаю Почему Что ты не знаешь Ты знаешь что такое Чиз Что такое Чиз Петя Петя Сеня Гниша Таня Чиз Это сы Понимаешь Обыкновенный Петя То есть сы Да Вспомнишь сы И скажешь Чиз Хорошо Внимание Извините А какой именно Сэр я должен вспомнить Да какой захочешь Блин Такой вспомнишь Внимание Приготовились Не дышать Давай Позыгонский Сам ты Позыгонский Един Так А ну иди сюда Иди сюда Что Вот посмотри на идиота Никого не вижу Ого где он Кто Ну этот идиот Ах Твари Ах Ты же идиота Так это ты Я Нет Там Там кто-то Я его где-то видел Зачем же не я Зачем же не я Целая парикмахерская На спичке Я тебе вёс Сашку Потому что ты Свою ноги Уставай Ты не можешь Я его Только Ты 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 Спасибо 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 Владимир Моисеенко Владимир Дагилец Пью Тихо Лохов Слышь Лохов А? Это ж сколько Мы с тобой уже В засаде сидим А? Ах Кто его знает Слышь А? Ты ж делал Зарубки Ну делал На колбасе И Шо? Ну шо Шо Судя по ней Наш срок пребывания Здесь Не увеличился А уменьшился До фостика Пить хочется И мне Долго И Обильно Не отвлекаясь На тости Лохов Не разлагай Дисциплину Товарищ капитан Пора б уже Кого то и разложить Мы тут Две недели Следим за этим Сексуальным Маньяком Поневолишь Вживаешься В образ Врага Лохов Я тебе еще раз Напоминаю Шо взять Мы его должны Только с поличным Прямо на На месте Преступления А если Преступления И не будет Лохов Ты оптимист Или наоборот Оптимист Всегда верит Шо Преступление Произойдет Но если Он не захочет Не захочет Заставим Не сможет Шо Лохов Правильно Научим Знаешь Что сказал Капитан Жеглов А знаешь Почему Никак нет Потому что Все капитаны Очень умные Не все Я одного Знаю Так тупой Как Кто такой Я вам потом Как-нибудь Покажу Все таки Товарищ капитан Я бы Я бы пошел На захват Этого Уперя Молодой Ты Шо Лохов А я помню Был претендент Брали Одного такого Зверь Всех Или насиловал Или убивал А вас Меня убил Что-то Мы с вами Животное Жертвы Туда Я ж Я ж соплей Перешибешь А все Откуда вы взяли Что это Маньяк Не важно Валентина Моя Жаловалась Что Приставал Ну Потенциально Это Это Понятно Без потенциально Не пристают Молодец Засад Молодец С кем залегла? Что ты можешь предложить женщине, лоху? Фостик от колбасы? И жену на подходе? Господин капитан, а ну... Что? Возвращается! Кто? Ну женщина эта, оманьячная! Одна? Ага, улыбается! Ну вот, лоху, видишь? А ты хотел бабе праздник испортить. Владимир Донец, Владимир Моисеенко, браво! Спасибо! Проходите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Это вы здесь адвокат? Да, внимательно вас слушаем. Мне нужно срочно отдать под суд моего мужа. Святое дело. А на каком основании? На веском. Мой муж, недобросовестный заемщик. Ага. Взял кредит и не отдает? И даже не думает. Понятно. Хорошо, давайте мы уточним вид взятого кредита. Это был автокредит? Нет. Кредит на неотложные нужды? Нет. Ипотечный? О, вот этот последний. Ипотечный. Да, импотечный. На мои неотложные нужды. Нет, девушка, это не совсем правильно. Не импотечный, а ипотечный, правильно. Ипотека – это кредит на недвижимость. Здесь все правильно. Дело в том, что у моего мужа абсолютная недвижимость. И он взял у меня кредит. Смотрите, он взял кредит на лечение? На какое лечение? Он взял у меня кредит доверия. Сказал, что как только встанет на ноги, тут же погасит через недельку другую с процентами. И не погасил? И даже не думает. Понятно. То есть за пять месяцев ни разу ничего не погасил. Слушайте, а может быть у вашего мужа есть кто-нибудь? Кто? Ну я не знаю, может быть есть какой-нибудь поручитель? Может есть какой-нибудь друг, который согласился бы погасить долг вместо него? Был один симпатичный поручитель. Попоручался раза три или семь. Сейчас совсем чуть-чуть. А потом мне заявляет, я больше просто так поручаться не могу. Мне нужны дополнительные вливания. Я ему нежно, как женщина, говорю, слышишь, ты чучело. Какие еще у тебя вливания? Я тебе сапоги зимние купила? Купила. Трусы импортные, турецкую недельку купила? Купила. Слушайте, можно его тоже подсюда дадим, а? За что? За то, что недопоручался. Хорошо, давайте мы с вашим мужем разберемся. Да. Значит так, скажите, вот это вот недвижимость, о которой идет речь? Импотечная. Да, хорошо, пусть будет так. Она вообще на кого оформлена? Ну то же и дело, если бы она была оформлена на меня, я бы уже ей давно такой евроремонт устроила. С подогревом. Ага, то есть оформлена на мужа. Да, вы понимаете, он с ней ни на минуту не расстается. Можно сказать, он с нею сросся. Хорошо. Знаете что, можем попробовать оценить ее в вашу пользу. Что вы говорите? Вау, вау, кусики, кусики. Скажите, вы ее во сколько оцениваете приблизительно? Пссс, что там оценивать? Обычная малогабарительная недвижимость. Причем постоянно на первом этаже. Без лифта. Ну это не важно. Не скажите, не важно, это вам не важно. Нет, я к тому, что это сейчас недвижимость упала, но она в любой момент может подняться. Вау! Мармеладики, иго-го! Вот, и как только решение суда вступит в законную силу, эта недвижимость поступит в ваше полное распоряжение. Вы сможете ей пользоваться в любой момент, а также будете иметь право сдавать ее в аренду как частным лицам, так и организациям. Если поднимется очень высоко, рекомендую правду. Сейчас же. Вы свои рекомендации оставьте, пожалуйста, при себе. Если высоко поднимется, то какая же дура такой и отдаст? Как частным лицам и организациям. Нет, я лучше личный. Слушай, ну он же просто так ее не отдаст. А если не отдаст добровольно, придут судебные приставы, все опишут, наложат арест и отторгнут в принудительном порядке. Есть все-таки правда на свете. Слышите, мужики? Закон есть закон. Если что, отпишем, отторгнем в принудительном порядке. Будете знать, как кредиты доверия женщинам не отдавать. И супружеский долг не погашать. Закон есть закон. Кстати, мэтр, а пока вы еще не отсудили, может быть, вы немножко попоручаетесь за него? В каком смысле? В прямом. Обратите внимание на мою бивалютную корзину. Ай-не-не-не. Ай-не-не. Ай-не-не-не. Будьте, дамочка. Спасибо. Дамочка. 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 Сколько там натикало? What? Вот, и я говорю, зарплату рельсами выдают ни тебе часов купить, никакого другого черта. А не совсем понимаешь. I came from America. Что? Америка? Настоящая? Yeah. Who you? Yes, yes, New York. А, как же ж ты? Безына. А вы по-нашему шпрэхинзи дойч? Я немножко понимаю. Ага. Это большой гуд. Вот. А то так бегаешь с работы домой, то есть с дому на работу, с работы домой, даже по-американскому не с кем поговорить. Ой, как козел, ей-богу. Тебя зовут козел? Най, я Нюся. А Нюся? Джулия Смит. Очень этой был. Очень этой был. Значит, Джулия, я давно хотел у вас спросить. У меня соседка Хвира Соломоновна. Так ее дочка тоже в Америке живет со своим хахалем. Как она там? Соррой, он не понимает. С кем живет? С хахалем. С хахалем. Очень интересно. Это я записать. Я записывать все новые русские интересные слова. Не надо не пишите. Я вам потом продиктую. У вас в Америке чернилов не хватит. Вы лучше расскажите, как вы там в Америке живете, мучаетесь. Америка? Америка, не проблема. Америка, я вести здоровый образ жизни. О, Боже. Мне все завидуют. Особенно полные женщины. А почему это полные? Они ведут не здоровый образ жизни. А, так у нас их тоже полным-полно. На вокзалах и на Тверской даешь 50 баксов, делай, что хочешь. Да. Мирося, вам надо активно вести среди них работу. О, так наши кобели стараются. Кобели? Что есть кобели? Ну, как тебе объяснить? Ну, кобели, кобели, они и в Африке кобели. Ну, это мужчины наши, мы их так нежно называем. айфон. А, так у мужчины кобели. Нюса, у тебя с ними секс? Какой там секс при таких целях и таких харчах? Нюса, я тебе сказать, здоровое питание это здоровый образ жизни. так это же коню понятно, елки-палки. А вот твой мужик муж, он ведет здоровый образ жизни? Он его вообще не ведет. Он его просто носит. Ну, как медаль за прошлые заслуги. Хочешь, я тебе анекдот расскажу про наших мужчин. У одной дамочки спрашивает, имфазантной, скажите, пожалуйста, а что вам больше нравится? Новогодняя ночь или ночь с мужчиной? А она говорит, новогодняя. Почему? Спрашивает, а она говорит, потому что новогодняя ночь чаще бывает. Это очень смешно. Это очень смешно. Это я записать и рассказывать из себя в Америке. очень смешно. Муж не пришел в новогоднюю ночь. Очень смешно. Ты зверица поняла называется. Нуся, скажи, а у тебя есть children? Знаешь, что, Джулия, у нас за такие слова посусало можно получить. Ну, я не совсем видно правильно сказать. Я имею в виду дети. А, дети. Есть цветы жизни. Два бутона. Старший уже в седьмой класс пошел. Большой мальчик? Да, уже 27-й годов. Когда трезвый, мама узнает. А последнее время занимается гербариями. Целыми днями на балконе слушает коноплю. Хороший мальчик, да. Вот. Так что, о, все, гастроном открыт. Это у вас, если никаких там проблем, а у нас если гастроном закроют, то уже не поняла, почему плачем? Ну, что случилось, а почему плачем? Ну, все, понимаешь, что тебе сказать не совсем правду. У меня проблема есть. рожай уже быстрее, рожай. Прошу меня в Америке хороший муж, но он сильно любит дринк, мурбийский, водка. А, алкашикой нашим. Я недавно узнав, что мой муж имеет гелфренд. Кого имеет? В момент мой муж имеет баба. О, да. И ты ее знаешь. Ты мой подруга. У меня точно такой же ситуации. У меня подруга Зинка, кума, между прочим, все время моему мужу реку глазки строит. И так построит, и так построит. Я долго смотрела. Долго смотрела. Потом взяла рельсу, это наша зарплата, и между глаз как припечатала. Все. Глазки в разные стороны. Его таки назвали Зинка-рельса. Это очень хорошая рецепт. Я записал. Пиши, пиши, я тебе еще на трех мужей надиктую. А все знаешь, я тебе скажу. Все они одинаковые. Что ваши, что наши кабеля. Вот почему в жизни такая несправедливость? Вот почему, когда с нами с нами? Так у них угадал полный импицмент. А когда с этим еще на Тверской джакин-джакин пурпураш дым кроме слов стоит, а? Юса, я тебе скажу, нам есть чему поучиться друг от друга? Конечно, значит, знаешь что, Джулия, пойдем я тебя научу, как по нашему бабскую тоску прогонять. А может я тебе помогать, чтобы не тосковать? Так, я угощаю. Я, я, я платить. Не возражаю. Юса, момент. Юса. Так. Нахрен нам эти кабели. не плачь, девчонка. Владимир Доминец и Владимир Моисеенко. Здравствуйте, гражданин следов, обогтитель. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, вы ко мне вас вызывали? Да, меня Петра Семеновича трогали и жену мою Валентину трогали, но она не смогла. Ну, проходите, разберемся, кто вас трогал, зачем трогали, за что трогали. Гражданин следователь, это фамилия такое, трогали. Я, Петр Семенович трогали, жена моя Валентина трогали и весь наш род, так сказать, тронутый, да? Да, есть немножко, что греха таит. Вот. Ай. По какому вопросу? Я свидетель по делу, значит, по очень серьезному делу об очень плохом, я бы сказал, зверском отношении к животным моих соседей Григория и Галины Пиндюлей. А, это очень хорошо, что вы зашли, я как раз держу это дело в руках. Проходите, присаживайтесь. Вы успокойтесь. Да, все нормально. Вы знаете, я когда подхожу к вашей конторе, ноги сами в пляс идут. Он от вас подальше. Хорошо, я слушаю вас. Ага, значит, готов говорить все, что было и что не было. Так, ну, что не было, не надо, а вот все, что было, пожалуйста, давайте с самого начала. С самого начала. Давайте. С самого начала моей соседке Галине Пиндюлей показалось, что ее муж Григорий Пиндюлей стал, ну, как бы вам сказать. Ну, говорите, как есть. Ну, показалось, что... Ну, как есть, так и говорите. Ну, как вам объяснить? О, вот солнце что делает? Солнце, но греет. О, не, 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 ну, что еще? Встает. О, о, а Григорий Пиндюлей совсем не солнце. Подождите, подождите, что, что, им потерь, что ли? Боже упаси, боже упаси, мысли в нем, какие партии не вступаем. Вы что? Нам этого не надо. Ну, ладно, пишем, потеря мужской силы, да? Да, безвольный по мужской линии. Ну, так, дальше. Да, еще интересно, моя жена, Валентина Тро Гали, ничего за ним такого не заметила, и на лицо он был свеженький. Ну, это мы выясним дальше. Да, а дальше, моя соседка, Галина Пиндюлей, значит, пошла к столетней бабке Веклы, и купила там дорогое средство, для этого дела. Ну, бабки, оно уже лет пять, как ли к чему. А откуда вы знаете, что дорогое? Да как же, она у нас десятку заняла, а мы этих десятков сильно дорожили. Ну, хорошо, дальше. Дальше. Дальше хотел бы заметить, что, вы знаете, моя соседка, Галина Пиндюлей, женщина очень осторожная, и даже, когда варит обед, первая его никогда не пробует. И вот она решила, значит, проверить средство для этого дела на животных. Эксперимент. Ага, ну вот мы наконец-то дошли до сути, да? Да. Ну-ну-ну, и что же дальше? Ну-ну. Значит, дальше, дальше. Первым ей на глаза попался их кот-огурец. И самое, знаете, вот, интересно, мы же с Валей, трогали, женой моей, ничего не знали про эксперимент. И были сильно удивлены, каких кот-это-огурец ворвался к нам во двор и циречно надругался над нашей кошкой Муркою, собакой Гарчиком и моей меховой шапкой вместе с Моллю. Вы ждёте, а как же вы? А нас он держал в заложниках. Дело в том, что мы с женой моей Валентиной трогали, закрыли в хате и понимали, что живыми он нас оттуда не выпустил. Вы знаете, честно вам скажу, я в молодости таким же был котяром. Вы знаете, вот до сих пор в марте сердце на спине дымом становится. Показать? Так, не надо. Сейчас октябрь. Ага. Будем ждать. Так, хорошо, дальше что? Ага, дальше. Дальше. И вот, значит, соседка наша, Галина Пиндюлей, пригрозила, значит, значит, как его, коту, да, вилами, и больше мы его не видели. Так, хорошо. Но ходят... Пишем, кот пропал, да? Да, да, да. Уходят упорные слухи, что в городе появился маньяк и сильно злобствует. Так, это всё домыслы. Дальше давайте. Дальше. Дальше. Следующим был петух Гарик. Сначала все были довольны. Куры несли с гирляндами яиц, а некоторые с плашной яичной колбасой. Но когда над нашим золом перестали летать птицы и стал нестись крупный рогатый скот, мы насторожились. Так, 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 что же дальше произошло? А дальше моя жена валютина трогали, пригрозила значит этому петуху бульоном, в смысле, топором, и мы его больше не видели. Так. Но ходят упорные слухи, что в лесу появились кукарекающие дикие кабаны. Так, знаете что, господин Дронутый, у меня в материалах дела написано корова, а вы мне петухом голову морожите. Правильно, правильно. А также была корова Анжела. Анжелка. Подождите, или это дочка у них, Анжелка, или дочка корова в смысле Анжелка. Короче, не важно. После того, как она, значит, вступила в эксперимент, эта корова взяла трехметровую высоту забора без шеста и 25 километров гналась за нашим ветеринаром-осеменителем, который убегал от нее в город на мотоцикле. Я так понимаю, что больше вы их не видели? Да, больше, но ходят упорные слухи, что в районе увеличилось поголовье рогатых байкеров. Подождите, это все к делу не относится. Что дальше? Чем закончилось? А дальше у моей соседки Галины Пинюлей хозяйство закончилось, и она перешла на наше. моей жене Валентине трогали хозяйство стало жалко, и она предложила меня. И что? Так, то же дело, гражданин следователь, тут же заковыка, что это средство нужно не вовнутрь принимать. А как? Мазать под фостом. И? Я не дался. Почему? Так, то же дело, что к этому времени информация просучилась, и к нашему двору начали, значит, стекаться женщины, страждущие всех поколений, а мужчины, наоборот, взяли, значит, круговую оборону, и взяли лицензию на отстрел бешеного животного. Эксперимент, это ведь не завершенный, где вообще, где вещественные доказательства? Значит так, я бутылочку герметически закрыл, на огороде закопал и забыл, где. Так, внимание, опергруппа на выезд. Всем в ружье, ОМОН, спецназ, лопаты. Я буду лично руководить операцией. Ну, граждане следователи, я понимаю, что вы уже не солнце, ну, я бы вам посоветовал этого не делать, ну, серьезно, ну, посмотрите на меня, ну, не дай же, Бог, вы примете этого, ваших внутренних органов для этого не выдержать. Без петуха мы еще можем как-то обойтись, а как же без вас? Петуха, вы не так подожжите, так куда же вы, дорогой, вы все любите? Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Спасибо. Спасибо. Юрмала, спасибо. Где он? Где он? Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Приветствую вас и поздравляю, вы наш миллионный покупатель. Только я еще ничего не купил. Так вам ничего и не надо. Все, что вы можете сегодня унести в руках, ваше бесплатно. Шоу? Да. Все же я могу унести. Да. В руках. Да. Бесплатно. Да. 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 Вот это мне повезло. Давай. налаживай. Девушка, да, будете помогать. Иди сюда, не бойся помогать, будешь. Итак, поздравляем вас еще раз. Вы миллионный покупатель в отделе все для женщин. Шоу? Ну, написано же все для женщин. Погоди, минуточку. Я пришел в отдел рыболов. Там написано золотая рыбка. Так, значит, все для рыбок. Это магазин называется золотая рыбка. А отдел для женщин. Да, шо же это такое, а? Да, шо же это за жизнь? первый раз в жизни вот так повезло и вот так не повезло. Успокойся. Первый раз, единственный раз добрался до самого верха, а бабы там уже помешали. Ну, успокойся. Иди сюда, слышь, брат. Да. А нельзя поменять от делы? Нет. А товары? Нет. А тебя? Что вы, нет? Что ж ты, как дочка библиотекарша на первом свидании, все нет, да нет. Так вы отказываетесь брать товары? Я? Да никогда. Давай. Ага. Налажуй. Ха, так, с чего начнешь? А, о, свадебные платья. У вас есть дочери? Есть. Ага. Три. Сына. Они меня дома ждут со спиннингами, а я как маньяк тамада со свадебными платьями, и ну. Подождите, значит, вы отказываетесь брать? Так никогда. Давай. Пять штук. Жена стачает себе в одной и вспомнит молодость. Так, идем. А вот фата. Фата, фата, фата. Так, фата, если задом наперед пойдет, как на кумарники. Давай, пять штук налаживай. Так, идем дальше. Вот, вот, вот босоножки. Так, босоножки, давай резиновые по колено. Вы знаете, не пойдет, босоножки потому так и называются, что на босые ножки. И потом они на каблуках. А это не твое дело, понятно? Захочу и на портянки надену. И кому-то мы все, ну, чтобы не скользили по мэру. Давай, пять пар 45 размера. Так, вот белье. Так, белье, белье, белье. Зашитого цвета есть? Нет, вот, извините, вот только стринги. Ё-моё. Слушай, а как же они в этом маскируются, а? От кого? Женщинам не надо маскироваться, наоборот, им нужно себя показать. Так, давай сотни вот этих цветочек по берегу за мотылем ползать. Давай, налаживай так. Дальше давай. Вот, дальше. Нет, вот этого не надо. Почему? Ну, не надо мне это. Ну, извините, но многие используют, как стельки в обувь. Вот, ты, ну, ты думай своей головой, ну, зачем мне стельки в босоножках? ты ж думай. Хорошо. О, колготки берем. Колготки, колготки берем. У сеточку. У сеточку. Четыре пары. Нет, пять. Нет, четыре. Четыре женины надо. А вам, сыновья, не зачем? У балет запишемся. Вот ты чудик, ну, чему тебе в институте учили чудик? Это ж прекрасный садок для рыбы. Давай, давай, ложи, ложи. Подождите, одну минуту. Так, что еще? Как вы сюда прошли? Что там? Когда? Так, что же, что там? Раньше? Момент. Что? Извините, произошла ошибочка. Какая ошибка? Миллионный покупатель, вот эта женщина, а вы, извините, миллион первый. Так что, прошу вас вернуть товар взад. Что? Кто? Я? Да. Я не понял, а что эта женщина делает тут у мужском отделе? Это женские делают. Стой, стой. А ну иди сюда. Что? Слышишь? А ну-ка сбегай, спроси у этой женщины, она замужем? Как? Ротом спроси. Спроси, не хочет она временно выйти замуж за симпатичного мужчину с женой и трьемя болтусами? Зачем? А затем, что мы с этой бабой пол жизни будем в халявных трусах по берегу за мотильом ползать. Финистр, это я с нами. Прошу, дамочка, 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 пойдите. Стоп, 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 стоп! Стоп, 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 стоп! Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп! Стоп, стоп! Стоп, стоп! Стоп, стоп, стоп! 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 Стоп, стоп! Стоп, стоп! Стоп, стоп! 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 день бы пришел домой думаю и что во сколько пришли вы значит 6 часов нет 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 восемнадцать ноль как раз музыка заиграла вот это телесериал начался знаете вот это она работала в бытике вы не смотрит мне некогда там же какая история произошла так товаре пожалуйста не надо про хмыря не надо давайте о преступлении вы пришли домой в 6 часов 18 00 да дальше со всеми подробностями вы значит нахожу я значит квартиру так 6 часов 18 00 так смотрю так а там такие подробности так поляна накрыта на двоих запотевший пузырек натаха в новом платье можно пропустить думаю можно и пропустил ну пропустил граммов сто двадцать один не больше хорошо так смотрю так натаха в новом платье вы это уже говорили да нет она переоделась хорошо хорошо дальше смотрю божему так не может быть не может быть а платье то прозрачные это не важно эй не скажите дюбата там такие две боеголовки дюбата хорошо хорошо ладно хорошо как дальше как дальше развивались события только я прошу вас только самое главное ну как как мы селись на тахой носов телевизор смотри так и самое самое главное так атака смотрит на меня и локтем так как даст я говорю ты чего так она говорит ты чего ага опять локтем как даст ну заигрывает хорошо хорошо дальше 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 опять локтем как даст у меня дыхание перекрыло я не дыхнуть и выдохнуть не могу значит туда на меня значит пошла по спине как да все я уже задышал товарищ свидетель пожалуйста я вас очень прошу я вас умоляю пожалуйста мелкие подробности пропускайте мелкие пропускать да понял 8 легли 8 легли хорошо вот я извиняюсь а хорошего награждения это сколько это потом все потом потом 8 легли дальше значит дальше 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 мелкие вот так подробности хорошо дальше 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 опять мелкие подробности дальше дальше думаю что такое во сколько значит девять часов в девять только я вас очень прошу только что то что то что вас насторожило удивило понимаете 9 часов 9 часов такое что меня у тебя так вот что меня насторожило что же вот звук какой-то вот ты человеческий звук от окна да так я так понимаю что наступила ночь началась гроза дорога глупела елки я по-моему схожу к окну так в окошко посмотрю а вы да я смотрю выхожу боже мой боже мой не может быть не может быть глазом своим небе не поверил своим глазам что там ночь наступил началась гроза да что интересно 11 часов что в 11 часов что в 11 часов что а вы как думаете как она мне локтем как даст мелкие подробности мелкие подробности дальше 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 опять мелкие подробности выстрелы были какие выстрелы убили 6 человек да вы что в 11 часов все все спасибо идите с богом идите все спасибо все а ну что интересно 12 часов 12 часов слышу вроде как стреляли так что ж вы молчите 12 часов да прямо так на духом так 12 часов так ага стреляли стреляли я говорю сколько выстрелов сейчас точно скажу раз два три потом четыре здесь два на духом восемь вот так сюда туда восемнадцать девятнадцать девятнадцать шесть шесть выстрелов я говорю натака натака иди сюда слышишь вроде как стреляют ну да натака слушала слушала так ну там я с чем слушаю ну хорошо так слушала потом ухтем как даст мелкие подробности пропускаю а ну что интересно что интересно думаю нужно же выйти посмотреть на балкончик на балкон так выхожу так смотрю боже мой боже мой не может быть не может быть глазам своим не верил я верил своим глазам второй раз что там десять шесть трупов шесть трупов шесть трупов соседей они после восемнадцати ноль ноль всегда трупы и что и все а я извиняюсь с вознаграждения налог да какой налог подождите так мы убедили шесть трупов внимание очень важный вопрос спрашивается скажите из живых рядом то есть с места преступления никто не убегал Убегали, Витяков? Нет! Не убегал никто, вся шесть трупов лежали согласно алфавитного порядка. Хорошо, ладно. Еще один очень важный вопрос, который первый был. Из живых рядом никого не было? Были. Не убегал никто, но живые были. Да что ж вы о главном-то молчите? То есть вы чувствуете кто-то рядом из живых? Да, чувствую кто-то рядом из живых. Так. Значит с одной стороны шесть трупов, а с другой кто-то рядом из живых, у меня за спиной, подает признаки жизни тяжело сопя. Слегка. Вы спешите. Да, да, спешите. Стою, а не мел от страха, думаю, где шесть, там и седьмой поместится. Короче, стою, не дышу, не шевелюсь. Потом. И потом не шевелюсь. И вдруг мне сзади на плечо рука холодная так. Бэмс! Я поворачиваюсь. И... А я извиняюсь вознаграждение за бездетность. Да какая бездетность? Вы поворачиваетесь и... Я поворачиваюсь и... Стоит. С пистолетом? Ага. С пистолетом. Бэс! Ай... Одежду писать можете? Да. Так, опись одежды. Бэс! Одежды. Совсем? Нет. Совсем. Она говорит, тебе не холодно. Я говорю, холодно. Она пойдем спать. Кто? Она. Натаха! И локти мне как? Да! Мелкие подробности. Пропускаю. Все? Да. Опять мелкие подробности. Ну все. Пойдем. Ээээ... Ээээ... За пивком? За пивком. А за воздаграждение? Отец за воздаграждение! Пойдем, я тебе за сорвание! Я не за сорвание! Я не за сорвание пивком! Я не за сорвание! Пойдем. Закройте глаза. Сейчас, с помощью эпноза, я вызову вас только на долгие уходы от прощения к фрукту. Уходы от прощения к фрукту. Ваши какие-то армедиями? Чего-то беруешь? Убилки. Вам прощения заспала. Держи себя. Чего? Распределить? Суп. Убилки. 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 В этом не еде, а я не с этим. Верно, витя, а когда я уж и возвращаюсь, я буду терметь. Здесь именно пеплят, по-другому, я понял, что зато я. Ахахахаха! Верно, я не понял, что я вам, а второй человек, я вам, а второй человек, Субтитры делал DimaTorzok 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 А сейчас мы с вами поговорим о телевидении, причем о самом радостном, самом светлом, что есть на телевидении, это о рекламе. Правда? Нравится реклама всем, да? Но вы заметили, что вообще считается, что самой действенной рекламой считается реклама, в которой принимают участие люди из народа. Помните, там, тетя Ася, да? Там, мама, ты меня жвала? И вот сейчас мы вам покажем, как снимаются такие вот рекламные ролики. Сейчас сюда выйдет человек из народа, абсолютно. Галина Карповна, будьте добры, пожалуйста. Ну, смелее, 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 у нас мало времени. Пожалуйста, Галина Карповна. Быстрее, 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 быстрее. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Галина Карповна. Значит, Галина Карповна, вот здесь мы работаем, спокойненько. Не волнуйтесь, вот здесь, сюда, вот так, вот так. Ага, нормально, нормально, хорошо, хорошо, замечательно. Галина Кармановна, вот сюда поближе, пожалуйста, сюда, ребяшка, да не бойтесь вы так, спокойненько, расслабьтесь, спокойненько. Галина Кармановна, значит, я вам напоминаю, наш стиральный порошок называется Дора, он самый лучший, так? Остальные порошки называются обычной, гадость, так? Значит, я говорю такую фразу, какой из стиральных порошков самый лучший, спросим об этом у женщин, да? Вы рассказываете свою простую бесхитростную историю, ну вы, женщины из народа, вам поверят. Ребяшка, ребят, ребят, значит, снимаем целиком, так будет естественнее, хорошо? Хорошо, если, так, значит, так, все готовы, да, все готовы? Галина Кармановна, историю помните? А? Историю? Ну, вашу историю помните? Ну, я купила Серёва же новые джинсики, он пошел во двор и попал под машину, понимаете? Я посмотрел на джинсики и ахнули, да? Я смотрю, а джинсики в смятку! Хорошо, да. Я как ахнула водителя и тушителя по голове, так и у врачей по четвергам забирали, сволочь такая! Стоп, 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 Галина Кармановна, Галина Кармановна, не надо, такую зверскую, вы что? У нас же рекламный ролик, а не триллер, ну что вы? Ваши миллионы телец зрителей увидят. Давайте, внимание. Миллионы! Миллионы! Все, работаем, работаем. Я губы не размазал! Не размазал. Губы не размазал. Все, внимание, работаем. Расстеглю телец. Не надо, не надо ничего расстоять. Достаточно. Внимание, работаем, все. Куда руки деть? Ребята, значит, меня крупно, а потом я выхожу. Поехали, поехали. Приготовились, успокойтесь, успокойтесь. Я сказал, успокой! Поехали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. И чем только я не пробовал. И чем только я не пробовала. Галина Карповна, это в середине. И чем только я это не пробовала. Это в середине. Галина Карповна, сперва простая, безхитростная история. Давайте еще, давайте, давайте, внимание. Внимание, поехали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Ну, ну, я такая-то... Ну... Я такая-то... Полищук Альберт Иванович от 1957 года рождения. И чем только я не пробовала. Галина Карповна, какой Альберт? Вы знаете, я как только простырку, так этот гад вылазит перед глазами и стоит. На строгал детей, а сам ходит, не попало. Слушайте меня внимательно. Не надо, чтобы Альберт вылазил. Все, я его засуну, он не будет вылазить. Давайте, давайте. Я вас прошу, вас покрутите головой. Говорите, он туда, кругленько. Ага. Все, поехали. А чуть-чуть оборок не наложила. Все, поехали. Спокойно. Бог с тобой. Начали. Все, тихо. Глаза меня... Не размазало голову. Ой, Господи. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Однажды я купил Абадику новую курточку. Хорошо. Он пошел играть во двор и проиграл курточку, джинсики, маечку и Светкину квартиру. И тем только я его не пробовала. Галина Карповна, у вас более веселые истории есть? Есть. Не надо. Давайте, пожалуйста, более веселые истории. Поехали. Поехали. Начали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Ну? Одна более веселая история. Однажды Андрюшка вернулся из без заключения. В тюрьму. Лучше я про дочек. Ну давай про дочек уже, в конце концов. Какой из стиральных порошков самый лучший? Давай-ка поспрашиваем. Ну что? Вы будете ругаться. Что случилось? Я дырочку потерял. Да елки-боги-бога. Стоп. А что вы спрашивали? Стоп. Все, стоп. Так. Калина Карповна. А? У вас собака есть? Да. Была. Значит, слушайте меня внимательно. Однажды собака пришла с улицы и надела на ковре пятер. Не перебивай. И чем только ты не пробовала. Соседка сказала, попробуй Дору. Понятно тебе? Давай. Бабо. Пишем. Какой из стиральных порошков самый собачий? Сейчас мы узнаем. Боже, что я говорю. У мире животных. Собаки собачья смерть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Однажды у нас была собака. Однажды она вернулась с улицы. Упала на ковер и нагадила. И тем только я ее не пробовал убить. Кого? Полищу-ка. Что, обратно не то? Не то. Давай еще раз. Давайте. Что? Так вы же сначала спросите. Ай, а действительно, какой из стиральных порошков? Что мне ответит? Я отвечаю всю правду. Я Максимюк Неполноценный жду девятого. Однажды Светочка вернулась позже обычно. Однажды Светочка вернулась через трое суток. На груди у нее было большое пятно. Другого не было совсем. Но ты взяла долго. Но я взяла стиральный порошок. И так отпробовала эту дуру вокруг сквера. Что пятна разошлись. Сидяки рассосались. И она обратно стала девушкой. Девушка и меды дай человеку слово сказать. Женщины, увидите этого гадополищука. Не поддавайтесь. Не будьте дорого. Никакой порошок не поможет. Слышь из дальнего зарубежья. Дилер. Немец. Дилер это фамилия. Или диагноз. Это есть украинский фермер Иван. Я ему сейчас продаваюсь свой новый трактор. О, давайте же у ваш трактор залезем. О, давайте же. Гот? О, это же машина. Ёлип. Это я потом покажу. Смотри, как... Я потом покажу. Видите? Ёлип. Руль как по маслу идет. Ёки-палки. Педальки вообще не слышно. Вот это машина. А это что? А, это есть кондиционер. Кого-го? Есть? На, ну я не понимаю. А, приятный воздух. Гуд. А. Температура воздуха за бортом плюс 25, в кабине плюс 17. А кто это с тобой только что разговаривает? Это блоктовой компьютер. Ё! О, сколько лампочек. И все мигают. Ёка, якщо ж вони все поперегоряют. Най-най. Боже, Данил, хотя бы ж хоть что-нибудь знакомое увидеть. Боже, Дима, о, а где у вас тут бардачок, а? Не понимаю. Вот тупа Германия, ну. Бардачок. О, бар. Да, ласкательно. Бардачок. 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 Эта кнопка есть, бардачок. Бардачок. Прохладительный написок. Угасшайся. Да ну я, на... Я вас хотел спросить. А? А какая ж тут шморгалка? А? А? Да что вы ко мне, не мене, не мене. А шморгалка. Ну чем заводы? Ну дир-дир. Ааа. Чем заводы? Дир-дир, 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 это кнопка, нажимай сбиты. Ага. Тебя? Гуд? Шо гуд? Боже, испортился. А? Почему это на наш сарайчик побежал? Заборачивай. Не волнуйся, ты там ее свиняться. А? 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 Ну, ты же чей дорогой немецкий немец, что наш человек привык видеть столько лампочек только на Новый год. И то через одну. А вот шморгалку каждый день. Дей, Данил, я извиняюсь. Шо? Что есть шморгалка? Да это как, ну, повирозочка такая. Ламатываешь ламагнет, и какие... Как? О! Он мой трактор, я тебе покатаю. Пойдем, пойдем. Данки. Это есть... Что? Это есть стальной конь марки Б. Полностью бералус. О! Шморгалка. Это сам и шморгалка? Сделано инью СССР. А? Заводим, да, техника на грани фантастики. Иди сюда. Смотри, магнета. Я? Или шномоты какие? Смотри. Я! О! О! Бомик, сколько раз тебе говорил хряпалку приварить? 25 килограмм человеку на пальчик. О! Сильно забомбедили? Ничего, Бомик. Ничего. Продолжаем обучаться. Я, я, я. Смотрите, смотрите, не бойтесь. Опа. Магнета. Я? И как... Йе! Йе! Сразу видно, що машина работа. Залазь у середину. О! Здравствуйте! То, що ми їдем, а не саранчик. Йе! Магнета. 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 Ну, як, нарабиться? Най. Не нарабиться. Мне єсть плохо. Эх, камрад, а кому сейчас хорошо устанавливаємо, а? Эх! Не устанавливається. На это, как ви говорите, немцы, на опухеттехоху. У нас все продумано. Доїжджаємо до того питонного столба. Най. Упираємся по аппарату. Найбільш істориємо! Ура! Проходите. Проходите. Пожалуйста. Здравствуйте. Вы меня извините, пожалуйста. Я забыл сразу представитися. Иванов, редакция сельского хозяйства. Очень приятно. Председатель колхоза Месть Ильича, Иван Опанасович Кабездох. Это да, ясно. Я в курсе. Садитесь. Иван Алексеевич. Опанасович я. Что, извините? Опанасович. Извините, пожалуйста. Аналогично. Значит, у меня времени мало, поэтому давайте сразу к делу. Давайте. Значит, ну, вы знаете, что мы давно и с большим интересом следим за вашим хозяйством, да? Да. Ну, да, конечно, я же не первый раз вас. Нет, подождите, я поеду. Наверное, да, конечно. Ну, ну. Ну, понятно. И вот мы узнали, что вы совсем недавно стали снова разводить кроликов, да? Да. Нет, подождите, я вообще ничего не перебуду. Нет, ну, если разводим, значит, разводим не только кроликов, но много разводим, короче. Ну, ну. Не, ну вы разводите... Разводим всех подряд, да. Да. Понятно. Ну, хорошо, а у меня-то вопрос. А вот скажите, почему? Я знаю, многие не хотят. Понимаете, не хотят, люди. Не хотят, говорят, забот много. Понятно. А вы, значит, забот не боитесь? А я не боюсь, я такой, да. Хорошо, Иван Алисович. Опанасович. Что, извините? Опанасович. А, извините, пожалуйста. Аналогично. А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах, нашим радиослушателям? Так почему же сказать с огромной радостью? Спасибо большое, многие отказываются, вы знаете? А, 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 я не откажусь. Дорогие товарищи радиослушатели. Нет, только одну секунду. Вот все идущики. Замечательно, одну секунду, секундочку, секундочку, сейчас микрофончик я включу. Э, нет, вот этого делать не нужно. Почему? Спрячься, пожалуйста, потому что у вас ничего не получится, и не надо. Почему не получится? Потому что я когда вижу микрофон, то у меня... Что? Голос отполнения пропадает. Ой, Иван Алисович, вы не волнуетесь. Ну, Афанасович я. Извините, пожалуйста. Аналогично. Слушайте, да не волнуйтесь, вы так сильно, я вам помогу. Вы понимаете, мне нужно, чтобы вы сказали, ну, ну, хотя бы одну фразу, о том, что кролики. Это не только ценный мех, ну и там... Вы, извините меня, пожалуйста, до вас утром тоже проходил один корреспондент. Ну? Хотел у меня немножко взять интервью. Ну и что? Ничего не получилось, а с человеком произошел несчастный случай, царство ему на бес. Так, знаете что, вы меня, во-первых, не пугайте, а во-вторых, объясните мне нормально, чего вы боитесь? Да я и сам не знаю, чего я боюсь. Ну, правильно, потому что тут нечего бояться. Вот смотрите, я беру микрофон. Так. Так, включаю его и совершенно спокойно, нормально разговариваю. Нормально, понимаете? Нормально. Давайте быстрее. Ага, быстрее, это только кролики размножаются. Так, господин Кабыздох. Ага. Мы будем работать? Конечно. Поехали. Что, уже выключили? Да так, давайте. Черт, черт, черт. У меня много времени совсем. Давайте, 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 я вам помогу, давайте. Черт. Извините, про каких животных вы спрашивали? Про козликов? Козликов. Что, про кенгуру, че, что? Вы что, кенгуру разводите? Про кролика, я спрашиваю, поехали. Кроли, это не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко. Какое молоко? О, в Каролине. С утра на молоко, с вечера на самогонку. Понимаешь, что-то в природе происходит. Ай, теперь гитаюсь, понимаешь? Давай, Иван Алексеевич, значит, я все понял. Времени у меня мало, да? Да. Поэтому давайте сделаем таким образом. Давайте. Я вам сейчас эту фразочку скажу. Да. Так? А вы ее послушайте. Запомните. И вот сюда в микрофончик, и просто повторите. Хорошо? Так вот так же ж нужно было сделать с самого начала. А то, как Котовский заскакивает и в морду сразу тычет, и с ума сойдет и в морду пришел. Извините, запомните или записать вам? Да, что я дурно, 20 год качаюсь, или он с Академии не кончил, это такое. Хорошо, давайте, давайте. Значит, смотрите, скажите такую фразу. Давайте. Только не спешите. Хорошо, хорошо, я медленно. Одну. Одну. День килограмма. А мы? Диетического. Ого. Легко узваиваемого. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Мяса. И все. Все. Запомнили? Мнели. Что мнели? Это я вас спрашиваю, вы запомнили или не запомнили? Извините, господи Девановна, у меня такое ощущение, что вы меня тут за придурка держите. Уже дурной такой. Извините, извините. Все, работаем? Ну, конечно, что-то взуимное. Еще одно, я вас очень прошу. Пожалуйста, вот сюда в микрофончик. Не кричите, хорошо? Ну, говорите как-то спокойно. Это естественно. Как бы это ребью, да? Нужно как быть человеческим голосом, э? Абсолютно правильно. Человеческим голосом. Все, внимание. Приготовились. Поехали. Нет, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь. И знаете, как бы, как бы, как бы на улыбочке так, ну? Да-да-да-да-да-да-да. Крюлики. Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. Иван Алексеевич, великолепно. Желаю вам доброго. Нет, нет, нет. Одну секундочку. Только мясо я просил усваиваемого. Хорошо? Давайте еще разик. А я, извините, как сказал. А вы сказали, усвояемого. Понимаете? А ну же, извините, как. Я ж только что вам сказал. Нужно усваиваемого. Усва-иба-и-могом. Понятно? А, так бы сразу и сказали. Все, я говорил. Давайте, поехали. Я извиняюсь. А это по какому? Это? По грамотному. По грамотному. Усва. Так, ладно, все, я подскажу. Все, давай. Нет времени, поехали. Начали. Нет, расслабьтесь. Я говорю, расслабьтесь. И как первый раз, что я детским голосом? Ну, на улыбочке. Хорошо. Кролики. Так. Это не только ценный мех, но и три. Четыре центнеры. Стоп. Какие центнеры? Паша, кролики по центнеру. Опечатка, извините, опечатка. Давайте еще раз. Спокойно. Килограмма. Килограмма, я прошу. Я бы это да. Давайте, спокойно работаем. Нет, расслабьтесь, как первый раз. Отечественным голосом. Ну, улыбочку. Хорошо? Кролики. Так. Это не только ценный мех, но и три. Четыре. Килограмма. Диетического. Легко. Легко. У. У. С. С. Два. И. И. Ну, шо? Да усваиваемого! Легко. 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 Слушайте, давайте лучше вам про карпов расскажу. Да при чем здесь карпы? Мне кролики нужны, понимаете или нет? Да пускай повоздикают ваши кролики в чертовой макере. Вы лучше про карпов послушайте. В нашем озере вот такие две карпы водятся. Бегемоты. Ей-богу, просто в году колгостый бухай-призудитель залез в озеро, так пришлось искусственное дыхание делать в перепугу. А почему? Мы с неделетних карпов кормим, а неделю не кормим. Я понимаю. А наш дурноватый бухай по пьянке залез в озеро в тот момент, когда карпов не кормили. Я понимаю. На коне ему. Какой бухай? Василий Степанович, наш ветеринар. Так сейчас таким голосом разговариваю. Вы что, издеваетесь? Я уже вернулся. Давайте работать. Карпы. Это не только... Да какие карпы, Валерий Кролики же, елки-палки. Я пока еще микрофольчик не включил. Смотрите, вот эту штучку. Мне вот так щелкнули. Кролики. Это не только цель. Слушайте, вы нормальный человек? А что, не видно? Не видно пока. Смотрите на руку. Вы руку видите? Да, ну что, я дурной руки не вижу. Так вот, я вам махну рукой вот так. И только тогда вы начнете говорить. Понятно? Репетируем. Да, ну что, я вам попка постараюсь репетировать. А что, одну правду повторите, можете не стыдить? Да, господин, господин Иванов, включили, не боюсь. Дайте сюда. Так, господин Иванов, вы меня разозлили. Я? Да. Сделаю. Включайте. Не боитесь? Не боюсь. Включили? Да. Выключите. Ус-ва-и-мо-во-во, чё-мо-во-во. Стоя больше не могу вычитать умеете? Да вы уже вообще, я буквы знаю все. Жи-о. Не надо дальше. Прочитайте. У-с-ва-и-во-и-мо-во. Все. Дайте вам бумажь. Внимание. У-мо-мо-мо. Приготовились? Мо-го. На руку. Мо-мо. Друзья, круги, это не только ценный метр, но и три, четыре килограмма диетического легко усваиваемого сала. О, записали господин Иванов, чекахли. А то меня ваши кенгуру уже заколебали, и богу. Здрасте, каково сало? Откуда? Мы ж Карпа в разводе. Уехали. Алло, это скорая помощь? Это председатель немедленно ко мне. Тут уже второй корреспондент за сегодня чокнулся. Альгель, бой! Недедной! Ты почунулся тут. Стюардесса по имени Жанна. Полетели!